Владимирские коммунисты выступили против установки памятника Николаю II. Об этом они сообщили на своем сайте. Последний российский император там именуется символом кровавого царского режима. Это символ позора, предательства и геноцида собственного народа, кровавой бойни и развала страны. Подобным монархическим элементам во Владимирской области не место. А скульпторам, которые пытаются реализовать таким образом свои политические воззрения, стоит для начала выучить историю. Памятник Николаю II должен появиться во Владимире у входа в Троицкий храм. Выглядеть он будет, как на этом фото. Увековечить царя решил настоятель храма. Батюшка давно намеревался воплотить замысел в жизнь. Вместе с прихожанами часто молятся за расстрелянную царскую семью в июле 1918 года. Появление скульптуры – это прежде всего дань памяти святому, а не политику, говорит настоятель храма. Православная церковь канонизовала как святого и его, и семью его. Так что и какое изображение? Можно икону написать, можно стены написать. А можно сделать вот как мы сделали памятник. И люди пойдут и будут свечки перед ним ставить. За воплощение замысла взялся известный владимирский скульптор Илья Шанин. Мы побывали в его мастерской. Сейчас автор готовится к снятию с глиняной модели формы для литья. Последний русский император будет из бронзы. Отольют фигуру царя на заводе в Смоленске. А вот постамент будет из гранита. Общая высота памятника составит около двух с половиной метров. Сам скульптор говорит, установка памятника – не повод для дискуссий о роли Николая II в истории. Это прежде всего повод вспомнить страшные события 1918 года. Я не хочу судить его как исторического, государственного деятеля, роли в истории. Я могу сказать за себя, мне жалко. Вот мне как человеку. Вот просто. Я не пытаюсь ни оценивать, ни судить. Я представляю его семью, этих прекрасных молодых княжон, царевича, с которыми произошло такое ужасное событие. К слову, сам император посещал Владимир и Владимирскую губернию. Произошло это в год 300-летия дома Романовых в 1913 году. Получается, что установка памятника будет приурочена практически к 100-летию этого события. Алексей Домнин, 6 канал.